Добрый день, друзья! Сегодня у нас... Пятое. Точно? Пятое. Какой сегодня день? С этим сложнее, но по-моему, понедельник. Не, неделя, неделя, солнце. Сегодня у нас с тобой месяц... Как он это правильно называется? Официальной совместной жизнью. Я тебя поздравляю. И я тебя. Ну и вас поздравляем, друзья, что вы вместе с нами пережили это событие. Мы сегодня находимся на параллее, так как в утреннем видео о купании было гораздо больше заявок именно по поводу того, чтобы мы погодное видео сняли сегодня на параллее. Будет сейчас после этого первословия, так сказать, небольшие зарисовочки красивых моментов. Пока мы шли сюда, мы пешочком пришли. А такого Марина. В общем, посмотрите на наши цветущие благоухающиеся юки, розочки, травку. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра. Очень ждем ваших комментариев, лайков. А также, если вдруг вы не подписаны на канал, регистрируйтесь, подписывайтесь. Очень нужны новые подписчики, чтобы канал продолжал расти и радовать вас новыми видеосюжетами. Приятного просмотра и приглашаю вас на прогулку. Просто no comments. Ну, еще юки немножко. Какие-то цветочки уже распустились, какие-то еще только планируют. На фоне желтое дерево с розами. Красота. Я знаю, чего нет точно у вас. Это зеленые травы. Пускай она у нас с ветром. Это просто прекрасно. Такие вещи наблюдать. Проспект Южный. В таких солнечных лучах. Эти цветочки. дают нам красок и запахов лета, юка. Там дальше желтые розы. Это гостевой дом. Такая озелененная территория перед ним. Выглядит очень-очень красиво. Восхитительные виды. Сегодня небольшой минус у нас. Солнышко светит прямо в глаз. Но вот это, думаю, будет только интереснее и красивее. Давайте посмотрим по сторонам. Вот так вот, можно сказать, безлюдно. Немножко пустынно выглядит зила Анапа. По сравнению с Фидизелом, можно сказать, живой муравейник. Хотя и в Анапе людей стало гораздо меньше. Начинаем прогулочку. С того места, где встречались с большим количеством наших подписчиков. Это будет заставочка по раллиям. Если вы вдруг впервые слышите о Витязево и будете случайно смотреть этот видеосюжет, не забывайте, кстати, поделиться им в своих соцсетях. Я вам за это признателен и благодарен. И параллия с греческого означает набережная. Конечно, похвастаться яркими красками здесь сейчас уже, наверное, ничто не сможет. Отсюда надпись Витязева, выход в сам поселок. Светлана снимает для группы Витязева инфо. Если вам надо как можно больше информации, помощи по подбору жилья, там и так далее, и тому подобное, можете обращаться напрямую к ней, либо пишите вопросы Витязева. Также, если вы воспользуетесь поиском ВКонтакте, то вы можете там найти очень много разных отзывов от людей, которые там уже отдохнули. Гавана, мама, клуб, бар закрыт, Эллада закрыта. Вот так вот сейчас все зашивается. Там, где нет ролл-става, они просто прикручивают профиль и все. Ну, есть вот магазин, который все еще работает на параллии. Византии нет-нет, там празднуют свадьбы. Елки оржеют. Странно немножко. Не должно быть вечно зеленое, вечно красивое. Но все как есть. О, еще спортсмены на какие-то. Там мы видим дельфинарий. Тоже не функционирует. Ну, тут проще сказать, вот фрегат работает. Фрегат – это ресторан. Хвалят там морепродукты. Если вдруг будете или были там, напишите свой отзыв. Будем вам за него облагодарны. Здесь тоже магазин работает. Все еще какие-то клиенты в него приходят. О, хотя мы сейчас, наверное, и увидим клиентов этих магазинов. Люди нам встретились на прогулочке. И на лавочках сидят. Вот кто-то просто стоит. Здесь мы видим вот это здание, которое страшное было. Стояло, но начинают приобретать уже вид. Потому что в нем хотя бы ведется какая-то стройка. И в дальнейшем, наверное, надо запуститься. Окна стоят даже. Шторы висят местами. Может, уже что-то работало в этом сезоне. Ждем Светлану. О, здесь магазин, кстати. А, нет, на нем писана аренда. Это люди, наверное, хотят его взять в аренду. Стоят возле него дрова-бар, который. Смотрим на красоту. Вот, все. Теперь начинается пустынная часть параллии. Какие-то там, видите, полиэтилены. Или шторки разматываются на ветру. Постапокалипсис. О, это вообще интересно. Работаем с 15.00. И можно купить жвачки там засунув. Вот так вот мусорки. Все еще функционируют на параллии. Это очень-очень сильно радует, конечно же. Вот так вот сюда. Немножечко заброшенный вид имеет. Я думаю, многим будет приятно пройти, посмотреть. Я стараюсь как можно чаще отснимать. Здесь есть люди живые. Добрый. День всем им, кто еще работает. И следить за тем, чтобы наша параллия предлагала какие-нибудь товары, услуги. Людям, которые вдруг решат посетить нас. Ой, прям такая ностальгия. Я вспоминаю все эти наши летние прогулочки. Так нам здесь было весело и интересно. Сейчас, конечно, немножко уже не то. Нет музыки, запаха шашлыка. Но все равно это Витязева. И всякие разности здесь еще продаются. Вещи даже есть. Продажи вдруг теплые нужны. КП-встречи. Тоже непривычно. Тихо и спокойно. Отельик от ищет гостевые дома в управлении в этом году. Меридианте немножечко хайлили. Отлично. Людям нравится даже на такое смотреть, вспоминают, как было летом. Смотрим на настроение, приятные голоса людей, которые там стояли. Охранник, наверное, еще кто-то. Это приятно, когда люди встречают позитивными высказываниями, улыбкой. Хочется идти дальше и радоваться. Сегодня такую вещь, немножечко осознание так приходит. Почему многие видят негатив? Я небольшую заметочку увидел или прочитал, как правильно сказать. Это был видеосюжет. Вот смотрите. Два насекомых, живущих в одной реальности. Это пчела и муха. Пчела ощущает мир через краски, запахи, пыльцу. То есть видит красоту. И муха ищет и видит что? Овно. Вот как-то так. Пчелки мои. Хочу, чтобы нас становилось больше. Наш рой разрастался и разлетался по всему миру. И все люди старались видеть и поддерживать вокруг себя в этом мире чистоту и красоту. Вот одна из моих пчелок. Да? И смотрите. Ни-ко-го. Кошечка есть. Мяу. Хоть одна. Нет, две вас, да? Улица. Да. Показываю. Эмиральд. Знаю, что есть там подписчики. И отдыхают. И многим нравится. Хорошие отзывы. Киса, киса, ты куда? Нерванные паруса. Тоже забиты наглухо. Закрыто все. О, аварионе. Столы накрывают. Поверьте. Наверное, праздник какой-то будут там проводить. Несмотря на то, что сегодня выходной, просто хочется даже в такой красоте и тише разговаривать. Видите, мусорка пользуется популярностью. Сюда выкидывают много людей. Нет. Практически там 2-3 человека, которых мы повстречали. Может, с десяток наберется для поселка курортного. Это очень мало, к сожалению. Именно об этом я постоянно и говорю, что местные жители не ходят на море. Они к нему привыкли. И вполне возможно, когда человек сюда переедет, ну, будет жить в более мягком климате, но переедет не ради моря, а ради этого климата. Видите, пальмы еще не накрывают. Ну, когда температуры будут ниже, они тоже перестанут работать. Как раз это. Ай, как же ярко светит солнце прямо в глаз. Здесь так же имеются розочки. Обращая передышка. Подождем, Светлана. Так. Продолжаем любоваться. Ветер дует с берега. Северо-восточный. Меня мама просила, называй, пожалуйста, направление ветра. Вот я говорю. Северо-восточный сегодня. Ветер. Тоже уже сдается в аренду. Может, кому-то надо будет. Под елочками. Елочки, кстати, видите, прижились. Красивые цветочки. Выглядит это довольно-таки классно. Не хватает, конечно, лавочек. Но они здесь сейчас и не нужны. Так как сидеть на них особо некому. Только так. Как тратить свой лоск и красоту. И лез в кафе. О, еще одна точка работает. Все по 99. Бери, покупай, налетай. Эх, ностальджи. Даже покупатели есть. Видите, класс. Аквапарк, как кусочек, туда проход. Есть возможность как бы охватить все, что только можно. И осталось совсем чуть-чуть, и мы уже будем возле моря. Будут, наверное, вопросы, где там Даша. Даша сегодня с бабушкой гуляет на море. Вещали ее не везти, так как прохладно. Чтобы она, получается, не заболела. Впереди играет даже музыка, друзья. И это, на самом деле, немножечко печально. Потому что придется отключаться, чтобы пройти это место. Ну, хотя можно и забить, но все равно лучше этого не делать. Сейчас будет притушаться немножко звук, так как я буду прятать микрофон. Потому что на море дует ветер. И нам надо как можно меньше поймать этого звука ветра. Ну, понятно, что это машина делала с елкой. Здесь, видите, елки все-таки подсыхают. Все. Я притушился, мы здесь увидели. Открою дальше видеосъемку уже после арочки. Надеюсь, что не поймаем. Мы прошли только что сквозь арочку. И смотрите, как ветер метет песочек. Нереально красиво. У меня есть два поздравления с днем рождения. Именно в этом месте мы их сейчас зачитаем. Итак, Светлана Мызина. Добрый день, Юра. У меня есть к тебе огромная просьба. Поздравь, пожалуйста, моего мужа Мызина Анатолия с днем рождения. Он тоже твой подписчик и смотрит тебя. Заранее благодарю. Анатолий, с днем рождения. Крепкого вам здоровья. Всего вам самого лучшего. Черноморского волнения. В хорошем настроении. Чтобы ваше солнце в груди всегда согревало вас и вашу жену, и вашу семью. Всего вам хорошего и самого лучшего в этом мире. И Ольга Блинова. Доброе утро. Можно поздравить мою дочку с днем рождения? Ей сегодня исполнилось 24. Заранее огромное спасибо. Зовут дочку Настя Блинова. Анастасия Блинова. Вас тоже мы со Светланой поздравляем с днем рождения. Вам в 24 года. Всего самого лучшего, самого яркого, впечатляющего, крепкого здоровья. Это самое главное пожелание на самом деле. Все остальное у вас будет и так. А может быть уже есть. Как минимум у вас есть мама, которая вас любит. Это информация, которая мне известна. И чтобы ваши мечты всегда сбывались. Всего вам самого лучшего. Ну а теперь мы продолжаем дальше нашу прогулочку. Осталось совершенно немножечко. И мы дойдем уже до любимого нашего моря. Здесь, видите, кто-то мопед поставил. Значит, по песку не рискнули ехать. И смотрите, насколько широки и красивы пляжи. Видите, когда не перекрывают их заборы. Море пытается подместись, избавиться от всего мусора, который есть. Но это сложно. Есть мусорка на пляже. Еще одно вот вижу впереди. Спасибо тем, кто их ставит. Они, еще раз повторюсь, не портят совершенно мусор. Как сегодня у меня в комментариях написали. Вид портят. Мусор, лежащий на берегу. Осколки и так далее и тому подобное. Поэтому пускай стоят, пускай их будет больше. Главное, чтобы их вывозили. И тогда наш мир будет немножко чище. Красота. Критца. Здесь нет слов, одни эмоции. Только вы и любимое море. Здравствуй, наше морешко. Сегодня от всех тоже бодрствует. Я тебе желаю тоже всего самого лучшего и хорошего. Понимаете, вот сейчас весь ветер, весь мусор, который на берегу, ветер смывает в море. Я обычно всегда снимаю с той стороны. Морешко сегодня сниму с этой. Надо делать разнообразие, чтобы вам было более интересно посмотреть. На пирсе есть люди. Вход туда, к сожалению, платный. И машинами, видите, подъезжают. Но это, скорее всего, подводные охотники. Видите, максимально близко к пирсу. Поджался, в принципе. Бог с ним. И теперь мы возле тебя. Красота. Температура воздуха. 16,8 градусов. Сейчас мы еще попробуем узнать температуру воды. Вам, друзья, я искренне желаю всего самого хорошего. В эти моменты я сам люблю их пересматривать. И я видео трехминутные. Отдельно выкладываю еще канал. Ханапа. Море погода ОС называется. Там 610 уже подписчиков, если кому надо. Можете смотреть чисто вот такие вот релаксовые видеосюжеты. Надеюсь, они вам тоже будут интересные и полезные. А-ть! Под свои любимые напитки, вкуснейшие закуски, либо просто устроившись в теплом и уютном месте. Наслаждайтесь морем. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Итак, друзья, вам спасибо огромнейшее за просмотр. Два раза меня обняло 14,1 примерно температура водички. Вода холодна, холодна. Завтра будет еще прохладней. Вам всего самого лучшего, самого прекрасного, самого красивого здоровья. И хорошо провести эти выходные. С вами были Юрий Озаровский и Светлана Озаровская. Уже Озаровская. Всем пока-пока.